Работа пыльная, но очень важная для города. Глава администрации посетил специальную площадку по дроблению крупногабаритных отходов. Весь фокус заключается в том, что привозят сюда мусора в пять раз больше, чем вывозят на полигон. Строительные отходы сначала пропускают через дробильную машину, затем уплотняют прессом в пресс-контейнер. Минимизировали пробег наших машин на полигон, потому что расстояние до полигона 25 километров. А здесь мы в пресс-контейнер загружаем 15 таких машин, и он одной ходкой вывозит все крупногабаритные, и попадают еще и бытовые отходы на полигон, где впоследствии он захоранивается. За прошлый год предприятиям было вывезено порядка 34 тысяч кубометров мусора. И это при том, что муниципальные автобазы обслуживают лишь 30% контейнерных площадок города. В этом году мэрия планирует пополнить автомобильный парк базы, а в перспективе и вовсе вывести переработку мусора на новый современный уровень. Мы будем прорабатывать вопрос по строительству мусороперерабатывающего завода, уже, конечно, не на территории города, совместно с Ивановским заводом, для того, чтобы применять новые технологии переработки отходов. Стоит отметить, что большинство ивановских управляющих компаний предпочитают пользоваться услугами частных лиц. А зря, считают чиновники. Большинство жалоб на невывоз мусора приходится как раз на частные организации. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин